доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала с вами россии и это рубика геймплей и дисплей сегодня мы поиграем в игру под названием слепое правосудие данная игра вышла 17 декабря нашего года то есть 2к 19 и поэтому мы просто не могли пройти ее мимо значит данная игра нам рассказывает про сталинские времена мы выступаем в роли судьи который приехал со своей семьей точнее был направлен деревушку которая находится на границе скажем железного занавеса с врагами родины и здесь в деревушке очень плохие настроения и мы должны как судья навести здесь порядок о том что у нас есть семья нам напоминает наша фотография на столе нашим рабочим получается как я понял по задумке есть параметр отношения общества конкретно к нашим действиям и параметр отношения советской власти к нашим действиям то есть принимая решение которого будущем будут влиять на сюжет как я понимаю если мы будем принимать не угодно решение средства власти нас расстреляют если мы будем принимать не угодно решение для людей и она дойдет до пиковой точки то он скорее всего тоже нас расстреляют ну или нашу семью расстреляют что те что те в общем ситуация патовая с одной стороны ну и конечно же есть такие у нас дела как денежки денежки мы очень любим и поэтому как любой уважающий себя судья вот мы можем взять брать такую взяточку вот примеру за принятие решения по поводу данного человека нам дают взяточку в размере 22 рублей она надо 152 то есть нам работать и работать значит егор добров обвиняется в воровстве в общем после серии ограблений егор добров у него дома были найдены водяные товары что в принципе можно сделать человеком который ворует есть у нас отпустить расстрелять и отправить в лагерь куда в сибири ну и так по месту и по месту конечно же ну я думаю расстреливать за то что он воровал мы не будем давайте его отправим в сибирь свободен как бы следующий я думаю для того чтобы нам было веселее надо включить радио радио здесь такое боевое очень то есть вот так вот того наслушаешься и прям хочется людей расстреливать как бы налево направо типа пах пих пах вот к нам чешет следующий заключенный точнее подозреваемый потому что может все-таки гуманный суд у нас есть презумпция невиновности так саботаж алекс елин алексей наверно в общем страшный человек алексей елин судя по документам дела значит он организовывал на фабрике выступления в которых призывал людей проводить какие-то реформы на и наивные наивные какие реформы хотя 81 рубль ладно возьмем пожалуй что я вам могу сказать алексей елин всего хорошего на этом игра закончилась меня сразу поймали на взятки ладно давайте еще раз начнем блин надо было взять взятку а его расстрелять и никто бы не доказал что как бы то я сделал давайте включим еще раз радио так идет хлопец там какой-то что там у нас интересного а еще разработчики игры заявляют то что игра совпадает с реальными событиями то есть выход новости там которые можно читать смотреть как украл вор вор в общем да что тут вор должен сидеть советского вас поддержала наше решение а вот людишки нет очень плохо очень плохо музыка такая как раз сейчас нужно заиграла я готов наш советский суд здравствует самый справедливый гуманный суд в мире вот бабуська ее ведут что ты сделала бабушка что это сделала рассказывал сейчас мы посмотрим что ты сделала вор вор так значит женщина нашла не да ну зайду ладно бабушка иди советская власть поддержала на люди все меньше и меньше падает ко мне доверие я сюда знаете ли приехал недоверие их нет зарабатывать а давайте обязательно попробуем все таки кота расстрелять чтобы это посмотрели вместе со мной кстати игра весит всего лишь два гигабайта ну я купил в любимом магазине пацаны интернета но требования 8 оперативки там то есть нормально таки сделано на unity но подхавывает нормально так что там у нас враг народа так алексей бардин короче у него был свой бизнес и он платил за защиту что нам дают что-то за ним какие-то бабки он ничего не хочет ну враг народа только так надо вот так вот все просто вот такую музыку пух и до свидания интересно вот он жалко что не могу заглянуть он там и будет так лежать или нет в общем не знаю мне кажется напоминает когда ты делал налог правда на такая там в 2d было типа там паспортный контроль там кого пропускать не пропускаешь вор короче украла с военной машины что-то для своих нужд ну я не знаю лагерь только лагерь все что могу сделать я вообще расстрелял бы елена но сегодня твой день явно твой день славяночка заиграла то вот душевная душа на такая знаете вообще на самом деле клюквенная игра такая клюква клюквенная просто настолько прет антисоветами я не знаю сразу видно что разработчики как бы зарубежная не без этого может это и присутствовало в жизни но ведь мне кажется слишком утрирует олег бабка убийца что за убийцу расстрелять убийцу расстрелять ну правда здесь как бы все эти показания они основаны на слухах которые происходят вокруг нас поэтому принципе это не оперативно следственное действие но как то так в принципе так ты у нас что саботаж значит татьяна елена еленина пускай будет короче саботировала сообщество фермы новым новой экипировкой ну и еще из это что пусть идет советская власть упала ко мне отношения людишки остались как бы на своем в общем надо бабосики рубить и мясом если чур не перейти надо 130 рублей а ты и усатый отвернись когда будет их брать но как ты долго попасть найдешь мне же не нравишься саботаж олег давыдов менеджер и основатель советов а потом короче еще кого-то подбивал другие чтоб они открывались свои расстрелять нахуй мы это не допустим вот этих коммерсантов на нашей земле я наведу здесь порядок саботаж анастасия борина короче она размещала листовки с американской пропагандой фильм звуки музыки а он был запрещен лагерь лагерь унижай мне надо было распространять еще пару дел и заодно как раз посмотрим чем закончится если все дела прошли давайте музыку выключу голова уже такая давайте значит попробуем найти до конца этих десяти дел посмотрим что будет или меня расстреляют лично что-то знаю пока как бы советская власть выигрывает по отношению к обычным людям так вор валентина фаллина в ее машине были найдены вещи которые раньше были заявлены как украдены ну пропавшие точнее ну это ее машина но даже не она сделала давайте ее пощадим советская власть упала ко мне отношения просто это не доказательство может не подкинули тем более в эти времена я думаю это в принципе нереально вообще так игра знаете чувствуешь себя вошли в суде и к жалко что нельзя там в этот момент покурить о видите уже на моей фотографии хлопчика одного закреслили надо было мне взять 65 рублей взятки 27 убийства принимаю взятку расстрелять а сейчас как я понимаю закончится моя игра я принял взятку получил 20 рублей расстрелял и это сразу мне понравилось народу смотрите на эту бабушку она явно смертен сатири смертится давай добрый добрый вечер вы были убиты уставили вот такая вот игра слепое правосудие с вами был россия это был канал роли гейм онлайн подписывайтесь на нас ставьте лайки обязательно пишите свои комментарии на что еще можно говорить нажимайте на колокольчик до скорых встреч всем пока спасибо 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 Продолжение следует...